Доброе утро, дорогие друзья! Видите, я сижу как первоклассница, как нас учили. Если что-то хотите сказать, поднимите руку. Поднимаю руку. Хочу сказать, что я сегодня приготовлю быстро завтрак. Быстро-быстро завтрак, прямо супер-быстро. Почему вдруг решила приготовить? Потому что у меня был натертый сыр. Я открыла холодильник, есть колбаса. Короче говоря, я буду готовить горячие бутерброды. Что у меня есть. У меня есть кетчуп с майонезом, вареная колбаса порезанная, натертый сыр. Я вчера купила уже молодой чеснок, порезала вот зелень. И решила добавить маслинки. Маслинки у нас любят все. И в общем-то все, и хлеб. И начинаю. Духовка включена, сразу говорю. Все там нагревается, чтобы только поставить, а расплавить в принципе сыр. И все будет готово. Перемешиваю. Можно не тщательно. Это завтрак. Вот как гринки готовишь. Буквально 2 минуты на все про все. И получается сытно, быстро и вкусно. Точно так же и это. Намазали. Погода у нас ясная. Я правда сегодня еще не выходила, не смотрела градусы. Но вчера хочу сказать вам, перед... На сколько? Часов, наверное, в 5. Там получается у нас все равно в тени, но нагревается балкон хорошо. Вышло на градусники плюс 30. О как! Ну было, наверное, градусов 20, наверное, до днем. Не знаю даже. Но хорошо, погода ясная. На выходных обещают дожди. Но это как обычно. Так. Помазали. Сложили. Так. Вот так. Сирень у нас буйна. Буйна начала уже листочками трясти. Жалко будет. Ну, сирень такая. И абрикосы зацвели. Жалко будет, если опять что-нибудь такое. И... Так. Вот теперь давайте, наверное, все-таки сначала сыр. Так. Посыпаем сырком обильно. Его тоже любят все. С этого я подниму. Так. Опять он у меня остается. Но ничего. Так. Теперь выложу маслинки. Беспорядочно совершенно. Сюда даже можно, знаете как, тоже думала сделать омлет. Положить омлет. Потом, думаю, не, будет перебор. Саша потом ложечком разрежет и бутербродики. Вот все, хоккей. Так. Укладываем. Напоминаю, духовка горит. Так. И теперь... Вот думаю, или на свежее. Наверное, все-таки я посыплю зелень тогда, когда расплавится сыр. На него прямо. Вот, в принципе, и все. Пошла ставить в духовку. Всем привет. Погода вот такая у нас, замечательная. Плюс 6 градусов. Мама еще не выходила, не смотрела. А я выходил специально посмотреть. Плюс 6. И, ну, днем будет, наверное, градусов 15-20. Солнышко выйдет, станет повыше. И сильно все нагреется. В общем, погода замечательная. Надеемся, что больше холодов не будет уже. Солнышко выйдет. Вот, в принципе, все готово. Я говорю, пожалеешь, когда вот в данный момент жалеешь, что не выращиваю помидорчики черри на окошке. Так сюда красненького не хватает. Просто вот прям просится. Но помидоры, которые продаются, совершенно невкусные. Я их вот беру и каждый раз говорю, не буду брать и беру. Но для разнообразия по одной штуке все невкусные. Так что вот, ребята, все очень-очень быстро. Я думаю, вкусно, потому что тут такие продукты, которые, ну, есть только кто не любит расплавленный сыр. А так, в принципе, все. Я, как обычно, вам желаю прекрасного настроения. Это сложно, но пусть оно будет у вас. Прекрасное настроение. Хорошего аппетита. Дожидаемся настоящей теплой весны. Я думаю, после Пасхи уже будет вообще все хорошо, тепло. И солнышко будет ясное. И море прогреется. Ждем всех вас на первомайские праздники. Тем более, обещают по 10 дней, там, ну, 9, ну, грубо говоря, 10 дней гулять. Так что всего вам доброго. Всего самого наилучшего. И еще раз приятного аппетита всем. Вот такой вот у нас быстрозавтрак, знаешь, яичница и вот эти вот бутыльброды горячие. Так что я, в принципе, не знаю, какой смысл их пробовать. Все, в принципе, знают. Сейчас мы их разрежем, разделим между собой. Все, в принципе, знают, как, на вкус, какие они. Ну, это горячий бутерброд. Он как бы... Горячий вы забыли есть? Он просто и есть горячий бутерброд. Выглядит замечательно на вкус. Замечательно. Да, ребят, больше всего люблю бутерброды вообще походу есть. Алеша, я еще горчицу добавлю. А я, в принципе, могу питаться бутербродами. Это вредно. Вот, поэтому я не питаюсь бутербродами. Поэтому еще вот яичинка будет. Ммм, вкуснятина. В общем, ребят, собираемся на работу. Сейчас доедаем. Леша придет пожавтракать. И рвем на работу. Там все это дело быстренько монтируем, выкладываем. Очень вкусная штука. И главное, что готовится на самом деле. Всего-то там, ну, 5 минут. А так, не смею вас задерживать. Всем приятного аппетита. Если кто-то будет есть, кто попробует сделать так, как мы, потом можете написать свои комментарии. Ну, уверен, вам всем это понравится, потому что это реально просто и очень вкусно. Ничего особенного как бы нет, но прямо замечательная еда. Все, ребятки, всем спасибо, всем пока. Народ, всем доброе утро. Вот вам и обещанный быстрозавтрак. Вчера вечером эта идея родилась, минут 15 обсасывалась. И решилась сняться. А поскольку на быстрозавтрак яичницу вы смотреть не хотите, то вторым номером у нас по быстрозавтракам идут горячие бутерброды. Интерпретаций очень много, и все они вкусные. Главное в горячем бутерброде, чтобы он был сочным. Поэтому приступаем к поеданию деликатезов. И сейчас с него начнет капать. Да, вот это самое главное. Если с него не капает, это не горячий бутерброд. Это надо можно назвать сухим бутербродом. О, потекло. И по пальцам потекло. Ой, это все очень вкусно. И хлеб уже хрустит. Просто мама все время забывает, что я люблю очень острое. И мне туда горчички не добавляют. По большому роду. Ну, это ладно, это простительно. Старенькая, склерозик, ну, бывает. Я сказала, конечно. Но в любом случае это очень вкусно. Так что все. Пробуйте, пытайтесь. И хороших вам выходных. Ну и до завтрашнего стрима. Всем пока.